Мариупольцы уже заметили некоторые изменения в работе городского транспорта. На дороге выехали обновленные троллейбусы. С начала года на городские маршруты выведено 11 троллейбусов бывших употреблений в странах Европы. А в прошлом месяце на маршруты вышли еще 4 комфортабельные единицы, которые приобрели при участии Евросоюза. Это 4 комфортабельных троллейбуса Днепропетровского производства с кондиционерами, низкопольные, адаптированные, на которых уже заработал Wi-Fi. Наряду с этим в городском ТТУ выведено из эксплуатации более 10 аварийных троллейбусов. Они порезаны на металлолом. Впереди планы еще большие. У нас запланировано приобретение 6 троллейбусов за деньги городского бюджета, 6 троллейбусов за деньги областного бюджета. И также 15 трамваев бывших в употреблении в странах Евросоюза за деньги городского бюджета и 15 трамваев за деньги областного бюджета. Таким образом, общее количество это 12 троллейбусов и 30 трамваев. Тендеры по закупке транспорта уже выкладываются в систему электронных закупок Прозора. И если до конца текущего года подвижной состав выобрести не успеют, то договора будут заключены и будут поступать по мере производства, изготовления и поставки в Мариуполь. Кроме того, мариупольцев ждет подарок. Чехи решили передать нашему городу два трамвая безвозмездно. Они тоже бывшего употребления, но в хорошем техническом состоянии. После заключения соответствующего договора трамваи будут переоборудованы под городскую колею и доставлены в Мариуполь. На маршруты они выйдут следующей зимой. Намечена поездка уже для финального подписания договоров в город Прага. В Праге нам любезно предоставляют в дар два трамвая, которые были там в употреблении. После заключения этих договоров трамваи будут переоборудованы там же в городе Прага на нашу колею, потому что колея у нас разная железнодорожная. И уже зимой, скажем так, на стыке там 16-18 годов эти трамваи тоже планируется поставить в город Мариуполь и выставить на маршруты. Старые троллейбусы, проживевшие снаружи и в салоне, обновляют до неузнаваемости и вновь выводят на маршруты. После таких ремонтов подвижной состав выглядит, как только сошедший с конвейера. Такой первенец с улыбкой на лице был выпущен на маршрут совсем недавно, но изначально он прошел реанимацию. Мы идем по пути восстановления старой техники, которую оценили, которая еще дальше пригодна к эксплуатации. Ну, для того, чтобы вам было более понятнее, в каком состоянии находился этот троллейбус, у меня есть фотографии. Я думаю, видно, да? Есть фотографии его состояния, в каком состоянии он находился. Я думаю, что в таком виде транспорт по городу ходить не должен, поэтому мы разработали новую политику, новые подходы в плане ремонта техники. Этому троллейбусу 11 лет. 11 лет? 11 лет, да. После такого ремонта, я думаю, еще минимум 5-7 лет послужит нашим горожанам. В ходе ремонта старого троллейбуса были заменены металлический корпус, пластиковые детали, стекла, а также выполнена замена и обшивка сидений. Также была проведена масштабная работа по реанимации ходовой части электрооборудования. На ремонт вагона было затрачено 100 тысяч гривен. Этот ремонт этого троллейбуса обошелся нам в 100 тысяч. 100 тысяч? Это с учетом полностью всех затрат, которые мы понесли на приобретение необходимых материалов. Сколько стоит новый троллейбус? 5 миллионов. Ага. Качество ремонта первой ласточки начальник МТТУ считает не идеальным. Но, по его словам, персонал предприятия освоил новый подход к проведению капремонтов подвижного состава и новой методики.